доброго времени суток друзья я рада приветствовать всех на своем канале дивный творческий мир и сегодня я буду делать корзинку из бумаги а точнее из салфетки для работы мне понадобится миска и пленка пищевая миску нужно обернуть пленкой хорошенько с внешней стороны так как мы будем корзинку сверху накручивать на эту миску и так миску обернули а теперь берем полотенце махровое и хорошенько смачиваем его водой но так чтобы вода конечно же не текла раскладываем на столе и далее понадобятся либо бумажные салфетки либо бумажные полотенца я взяла как раз полотенца так как они гораздо плотнее и не рвутся при скручивании на мокрой ткани бумага промокают и очень хорошо скручивается нам нужно скрутить жгут но из-за того что я использую бумажные полотенца жгут скручивается но не очень плотно так как вот эти полотенца зева они достаточно плотные и при намокании не расслаиваются поэтому я потом еще руками прокручиваю их в жгутик а если вы будете использовать салфетки жгутики будут во-первых гораздо тоньше во вторых потом дополнительно их скручивать не придется так как они уже сразу хорошо друг другу примыкают и скручиваются и так я накручиваю энное количество таких жгутов так как я не знаю точно сколько мне понадобится и будем приступать к изготовлению корзинки я беру клей пва он у меня достаточно густой и добавляю у него совсем немного воды чтобы масса не была слишком жидкой и прямо сверху пленки кисточкой все хорошо промазываю клеем а теперь беру жгутик и от центра начинаю закручивать его в спираль периодически смазываю все это клеем чтобы следующий ряд приклеивался как можно лучше когда жгутик закончился следующий я как бы подкладываю под кончик предыдущего смазываю клеем и продолжаю закручивать клея не жалейте чем больше клея тем лучше тогда при высыхании ваша корзинка будет очень прочной поэтому с клеем не экономьте и так продолжаем закручивать пока не дойдем до края миски очень важный момент следите за тем чтобы ряды плотно примыкали друг другу так как при высыхании бумага слегка сожмется и могут образоваться пустоты их конечно потом можно закрыть но лучше за этим следить сразу и опять таки повторюсь добавляйте побольше клея а а После того, как корзинка, собранная, все жгуты приклеены, я еще раз покрываю все изделие клеем ПВА и отправляю на просушку. Я поставила ее поближе к батарее и она высохла у меня за ночь. Если есть какие-то неровности или выступы бумаги, все очень хорошо заглаживается шпателем или каким-то мастихином. Можно все эти кончики торчащей бумаги убрать, чтобы потом не обрезать, хотя можно потом убрать и после высыхания. Ну вот, моя корзинка высохла, стала достаточно прочной, снимается миска очень легко, пленка не прилипла и вот так она выглядит. Но вы знаете, в некоторых местах все-таки есть трещинки, это не критично, можно оставить так, но я, пожалуй, все-таки немножко кое-что исправлю. Для начала смешиваем три вида колера, красный, желтый и синий, делаем коричневый цвет и добавляем клей ПВА. Таким образом краска будет очень крепкая и прочная после высыхания. А теперь я беру обычные салфетки и буду приклеивать их на внутреннюю часть своей корзинки. А приклеивать буду вот этой краской, смешанной с клеем ПВА. И таким образом я армирую свою корзинку изнутри. После высыхания она станет еще крепче и тогда уже точно с ней ничего не случится. Так прохожу салфетками всю внутреннюю часть, а внешнюю часть я просто окрашу этой смесью. За счет того, что салфетка очень тонкая, она абсолютно не меняет текстуру корзинки. То есть весь рельеф, полосочки, все будет видно так же после высыхания, как и было до салфетки. За это переживать не стоит. Но зато корзинка будет намного крепче. Внешнюю сторону я решила покрасить более светлой коричневой краской, а заодно слегка затонировала этой краской и внутреннюю часть. Теперь даем хорошенько просохнуть корзинки и делаем теперь уже очень светлую краску, почти бежевую. Разбавляю коричневый цвет белой акриловой краской до вот такого светлого оттенка. И сухой кистью начинаю тонировать, высветлять корзинку, чтобы темный цвет оставался у меня в основном только в углублениях. Теперь мне понадобится 3 скорлупы от ореха макадамия. Она очень крепкая, прочная и красивая. Я беру наждачную бумагу и слегка обточу скорлупки, чтобы они стали более ровные и могли устойчиво стоять на плоскости. Именно из этих скорлупок я буду делать ножки для своей корзинки. Приклеиваем ножки на термоклей и все, корзинка готова. Остается только покрыть ее акриловым лаком, дать хорошенько просохнуть и все, ей можно пользоваться. И посмотрите, как здорово смотрятся эти ножки. Разве можно сказать, что нет? Я лично от них в восторге, а ведь это просто скорлупа ореха, фактически мусор. Вот такая корзинка из бумаги и обычной ореховой скорлупы у меня получилась. Очень дешево и красиво. Такую красоту может для дома сделать буквально каждый. Легко и просто. Надеюсь, вам пригодится мой мастер-класс. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго, мира, добра, здоровья. И как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока. Отлично выбрасываем и бумажных салфеток. Итак, для начала я беру полотенце, хорошенько его увлажняю и кладу бумажные салфетки. Скручиваю салфетку трубочкой и стараюсь сделать это как можно плотнее. Откладываю в сторону, беру другую салфетку и проделываю с ней то же самое. Сделала сразу побольше с запасом таких трубочек, потому что сколько конкретно мне понадобится, я не знаю. А затем берем пластиковое ведерко, наношу на него клей ПВА. И вот мои трубочки, видите, сколько я их накрутила, у меня даже остались лишние, пригодятся для других поделок. И теперь начинаю обкручивать ведерко этими трубочками. Бортик на ведерке я не срезала, потому что он мне понадобится, мне как раз нужен будет сверху выпуклый валик, поэтому я его оставила. А пока обклеиваю все ведерко трубочками. Для того, чтобы стыки не были видны, каждую следующую трубочку я подкладываю под предыдущую. Аккуратненько прижимаю и продолжаю закручивать. Кстати, при скручивании трубочек изначально можно было бы сделать их единой, длинной такой нитью и потом смотать в клубок. Но я сделала короткие, потому что так тоже очень удобно работать. Это даже скорее жгутики, а не трубочки. И перед работой я все эти жгутики завернула во влажное полотенце, чтобы они не стали слишком сухими и ломкими. Донышко я не заклеиваю, так как планирую использовать как кашпо для цветов и буду делать в нем отверстия. А если бы мы делали органайзер или корзинку, то тогда, конечно, я бы заклеила и донышко тоже. После приклеивания обязательно проверьте, чтобы ряды плотно примыкали друг к другу, так как после высыхания могут образоваться промежутки между ними. И во избежание этого прижмите плотненько каждый ряд друг к другу. А я приступаю к бортику. Я уже говорила о том, что я его специально не срезала, так как качу, чтобы сверху был выпуклый валик. И его я буду закручивать вот такими жгутиками, созданными из двух частей скрученными. А принцип тот же. Наношу клей ПВА и приклеиваю жгутик. Каждый следующий кладу под предыдущий, аккуратненько прижимаю края, чтобы не было видно стыков. Салфетки скрученные очень мягкие и нежные, поэтому все это задекорировать достаточно легко. И так полностью до верха обкручиваю. У меня получилось несколько рядов вот таких вот широких скрученных жгутиков. После того, как все приклеено, я покрываю полностью все это будущее кашпо клеем ПВА, чтобы еще укрепить работу. И чтобы после высыхания все это стало плотным и очень крепким. Обязательно покрывайте, клея не жалейте. Затем отправляю на просушку. Я оставила сушиться на ночь возле батареи. И утром все уже было хорошо высохшим и очень крепким. А теперь начинаю закрашивать. Акриловой краской окрашиваю вот в такой зеленый цвет. Краску просушиваем. А после я хочу приклеить красивую декоративную рамочку по центру кашпо. Сделанную с помощью молдов. Это гибкие отливки. Очень удобная для изогнутых поверхностей. У меня нет видео, как их делать, но я обязательно сделаю. Покажу, как я все это делаю. Это уже высохшая готовая гибкая отливка. Приклеиваю я ее на полимерный клей. Если нет таких заготовочек, то можно использовать любую массу для лепки. А теперь вот эти декоративные выпуклые части на этой рамочке ажурной. Я задекорирую этим же зеленым цветом. А сверху потом уже позже решила покрыть и тем цветом, которым я написала слово цветы. Я взяла обычный контур, такой розовый перламутр и написала слово цветы. Я, конечно, каллиграфией не занималась, написала как получилось. И потом этим же цветом еще задекорировала края рамочки. После высыхания все покрываю лаком и на этом работа готова. Согласитесь, в принципе сделано из самых бюджетных материалов. Ведерки эти мы выбрасываем, а так пригодится в быту. И я буду использовать для цветов. Бортик я задекорировала сухой кистью белой акриловой краской. Вот такое кашпо у меня получилось из самых простых материалов. Надеюсь, вам будет полезен этот мастер-класс. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. И, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok